всех приветствую вот и подошло время к сборке модульной кухни заказывали еще перед новым годом и за неделю до нового года нам ее доставили от установки мы отказались 70 евро стоило и решили собирать своими силами кухню я никогда не собирал но я думаю с этим мы справимся а завтра приедут газовщики будут переваривать газовые трубы менять счетчик и сегодня дошли руки у меня до сборки один шкаф я собрал ничего сложного нету есть инструкция хорошо для каждого шкафчика есть своя инструкция упаковка и в ней вместе с кухней вот такая бумага сколько чего как собирать принципе ничего сложного правда немного повозился с этими штуками вверху белые вот эти штучки это для монтажа на стену крепеж как не ворочал но разобрался никогда таких не видел раньше система была чуть другая сейчас поменялось ну и дверьки здесь они будут в отдельные коробки я один шкаф собрал положил чтоб не потерялось все все что осталось потому что там еще будет комплектующие для сбора дверек потом сзади будет крепеж еще идти может еще чем-нибудь и приступил к сборке второго шкафчика он такой же самый ничем не отличается в комплекте идут такие деревянные шпунтики шплинты и вот я их вставляю отверстие тут получается два отверстия одно сквозное одно глухое и так вверху и внизу в глухое вставляем вот эту деревяшку и соединяем их и потом получается с обратной стороны в сквозные вот эти отверстия будет вставляться уже другой саморез все в пакетике у нас в каждом пакете есть ключ даже если вы его потеряете в следующем пакете вы найдете еще такой подарок вот такие саморезы но они не саморезы называются я не знаю как они называются у них у мебельщиков ну я называю их такие своеобразные саморезы получается когда закрепил деревянными этими шплинтами эти потом вкручиваются и это все фиксирует и стягивается и стягивает эти все две эти детали главное не забывать вставлять вот эти деревяшки потому что если про них забыть не будет такой прочности так и тут подстроился приспособление это задняя стенка от шкафа и вот чтобы не было удобно крутить она так более устойчивая закручиваются они не сложно самое главное их не передавить потому что это дсп если у вас здоровье много то вы можете ее вырвать хотя это наверное сложно сделать поэтому я зажимаю их так не до упора и потом когда шкаф весь соберу тогда лучше их поджать затем мы оставляем заднюю стенку вот так она выглядит у нас она как книга раскладывается лицевая сторона вот эта белая она пойдет в середину то же самое здесь ничего сложного нету вставляем ее в пазы и чтобы эти штучки вырезы вырезы эти были вверху вставляем их немного с той стороны их прибиваем потом они подтянутся еще и не будет видно этих щелей вот что у нас получилось получается не хватает пока верхней и полка ну полка то самое проще всего последний момент то же самое стягиваем этими саморезами вот они у нас под номером 10 так называются они у нас евро стяжка так что вот это вот это саморез называется евро стяжка внутри вот шестигранником идет то же самое второй и зажимаем ничего сложного некоторые я знаю на эти вот деревянные палочки намазывают клей пва и туда их совают тогда будет фиксация более сильный но так как они входят туда и так неплохо в смысле туго я считаю что это не столь обязательно хотя в инструкции про это ничего не сказано это я просто как-то видел как мебельщики собирают одел верхнюю часть сзади проконтролируйте чтоб попадала в пазы нужно сделать это не торопясь чтоб не дай бог ничего не сломать с этой стороны добиваем ладони и потом опять стягиваем этими евро стяжками на первый шкаф у меня ушло времени немного больше второй уже как-то по накатанной идет я правда чуть-чуть последовательность сборки поменял в этом шкафу и вот эти белые штуки ставил ставил не последний момент а вот перед этой крышкой а сейчас решил попробовать поставить верхнюю крышку и потом уже эти штуки чтобы они там более нормально более плотнее подошли к этим перемычкам такой эксперимент вот они белые эти штуки для крепления они про маркированные левое и правое перепутать сложно хотя когда устанавливал первую я перепутал то есть дело в том что правая левая смотрась какой стороны смотреть если смотреть с лицевой стороны отсюда то левое правое с одной из другой стороны понятно а если смотреть другой стороны то левое правое меняются местами вот такая фигня поэтому с этим я чуть повозился но так как это уже второй думаю будет проще хотя ребята я вам скажу все нормально видите как они легко вставляются вот так берете заводите и все вот эти два отверстия и в них закручиваем саморезы саморезы вот они тут их 4 штуки самая длинная так собираю думаю главное чтобы всего хватило потому что если чего-то не доложит придется ехать докупать получается уже под под саморезы такие маленькие точки сделаны глубиной примерно 2 миллиметра чтобы удобнее было начинать закручивать а Далее у нас следует по рисунку эта промежуточная полка. Есть такие заглушки под номером 16. Очень просто. Называется полкодержатель. Их четыре единицы. И они у нас вставляются в боковые стенки. Тоже самое. Ничего сложного. Я думаю, что третий шкаф будет еще проще. Опыта становится все более. Все больше. Вот она у нашей полка. В принципе, она со всех сторон одинаковая. И мы ее вставляем. По размерам она должна подойти как раз. Два шкафа практически готовых. У нас еще такие треугольнички. И задняя стенка будет ими закрепляться. Но это я оставил на потом. Мало ли я вдруг что-нибудь забыл и придется разобрать. Если собираете первый раз, лучше такие вещи оставлять на самый последний момент. Чтобы не потерять, все в пакетик отдельно и в эту тумбочку. Так. Два шкафа у нас уже готовых. На вторую шло по времени в раза два меньше. Набираюсь опыта. Но это было и не самое сложное в этих шкафах. Наверное, сложнее будут вот эти дверцы. Я даже не знаю, когда их делать лучше. Или же потом, когда на стену будут навешаны эти шкафчики. Ну, с этим я разберусь чуть позже. А пока буду собирать дальше. У нас там еще есть две коробки. Благо, что на каждой коробке подписано, куда это идет. Так можно было и запутаться. Приступим к следующей коробке. Она у нас немного побольше. В раза полтора, наверное. Вот бирка есть. Указано. Вес. Дата выпуска. Номер. База белая. Модуль онлайн. Короче, эта организация делает мебель под заказ онлайн. Сейчас разберем, распакуем и посмотрим, что там внутри. Та же упаковка. Та же инструкция. Все то же самое. Но только размеры шкафа другие. И вот, кстати, идут такие еще наклеечки для каждого шкафа. Это вот потом заклеить вот эти вот штучки. Вот эти штучки. Четыре штуки. Даже не четыре, здесь пять. Наверное, одна запасная. Собрал третий шкаф. По сборке он практически ничем не отличался. За исключением одной маленькой вещи. Вот задняя стенка. МДФ, которая. Она, вот эти три штучки, она соединялась пластиковыми полосами. Вот. Одна в одну вставлялась. И тока, и всего. Так эти белые вставки выглядят с этой стороны. Пластиковые соединительные. Вставляем полки. И вот они, тем более, закрываются еще полкой. Не бросаются в глаза. Сам стык. Место соединения. Вот так вот. На все про все ушло примерно час, ну, может быть, час двадцать. Да не так много. Но, как мне кажется, это было самое простое в этой сборке кухни. Посложнее, скорее всего, будут вот те, которые не на стене будут в шкафе висеть, а которые будут стоять на полу. Ну, там будут выдвижные полки, направляющие. То есть, там немного будет посложнее. Но это то же самое, я думаю, разберемся. Поэтому, кому интересно, смотрим дальше. Следующий этап будет у нас полки номер три. Субтитры сделал DimaTorzok